Здравствуйте, дорогие друзья! Я Леонид Немцев, и сегодня мы поговорим о диалоге. Диалог очень тесно связан с понятием конфликта. Диалог строится в основном на скрытом конфликте, на внутреннем конфликте. Диалог — это одно из самых сложных явлений в современном кинематографе, поэтому очень часто сценарист, который создавал весь сюжет фильма, писал основной сценарий, не пишет диалоги. Диалог пишет отдельный специалист, у которого это получается лучше. То есть для написания диалогов иногда нанимают отдельную штатную единицу. Диалог требует невероятного мастерства, потому что в диалоге нужно прописать характер персонажа, следовать определенные лексики персонажа. Это так называемая речевая характеристика. Когда человек говорит в определенном ритме, в определенном темпе, в определенной теме, прежде всего находится в определенном состоянии. Диалог очень важный в виде сюжета. То есть в диалоге, в процессе разговора между двумя персонажами, важно, чтобы персонажи разговаривали не потому что они похожи, потому что они конфликтны. Не нельзя превращать диалог всегда в спор, но персонажей должны противоречивы. Тогда их диалог более интересен. Тогда они обменивают информацию. Более того, они в основном, не более интересный персонаж, не готовы к тому, что услышат из уст своего собеседника. То есть, собеседник должен звучать для них достаточно экстравагантно, ново, неожиданно Тогда этот диалог интересно слышать, интересно при нем присутствовать В основе диалога лежит разница позиций, разница мышлений Два персонажа сталкиваются между собой и изначально друг друга не понимают Они изначально друг с другом не согласны Конечно, великое мастерство создать диалог не на основе спора, на основе согласия Когда два человека разговаривают между собой мило и деликатно Не для того, чтобы разгорелся конфликт, но при этом у них совершенно разные мышления Совершенно разные позиции, совершенно разные отношения к жизни Вот тогда напряжение создается на очень высоком уровне Потому что конфликт, который разгорается из диалога, в современной культуре выглядит достаточно истерично. Это слишком простой прием, это слишком просто. Вот это скрытое напряжение, построенное на принципиальном идеологическом несогласии двух персонажей, один из краеугольных таких элементов создания энергии напряжения, сосканцы. Диалоги должны звучать какие-то важные опорные моменты, опорные пункты характеризующие персонажи. И тут важно сказать, что человек всегда может проговорить о себе, что-то самое важное. То есть сказать, кто я такой, что я хочу, что меня интересует. Нам сложно. Мы не всегда готовы это стремулировать, мы всегда готовы это произнести. Но когда мы встречаемся с явным противоречием, с фигурой, которая нам не соответствует, которая противоречива по отношению к нам, вот в разговоре с такой фигурой мы и раскрываем свою позицию. Более того, мы ее впервые узнаем. Нам нужен образ, ну, условно можно сказать, врага в кавычках. То есть в фильме это может быть откровенный враг или просто человек с другимышлением в другой идеологии. Конфликтный враг, антагонист. Тот, кто не готов принять наше мышление, наше отношение, да и картину мира. Не готов принять сразу. Это человек, у которого прежде всего в глазах, появляется то, что он знает о мире что-то такое, что мы никогда не слышим, чему мы никогда не были готовы, что мы не знали. У него совсем другой мир. Поэтому диалог — это не встреча двух персонажей, это сопряжение двух миров, двух реальностей, двух картин. И вот в этот момент диалог тоже может стать такой перекрестный, конфликтной ситуацией. Не взять, наверное, опять-таки повторяю, решать это истерично, громко. Конфликты могут разрешаться довольно спокойно. И чем больше спокойствия, тем больше напряжения создаётся. Но именно в этот момент могут звучать очень важные вещи. То есть в диалоге, в диалоге пишется для того, чтобы был повод произнести. Герой может рассказать о своей цели, может рассказать о своём препятствии, может рассказать просто о своём отношении к миру, о себе, о своём характере, о своей предыстории. Он всё может выбыл в этот момент. Но для этого должно быть сознание, которое ему не идеально соответствует, который позволяет герой раскрыться. Вот это мастерство и подбор такого персонажа странного, как правило, персонажа чужеродного из другого мира. Хотя он может быть абсолютно добрым и любезным, и может хорошо относиться к главному герою. В идеальном случае это такой персонаж, как бы залётный из другого мира, который не сильно влияет на сюжет, перед которым герой раскрывается. Слева. Я слева. Ага, слева. Ясно. Смень. Я слева. Хорош! Врач, вызов. Мне сейчас нужны новые лёгкие, старик. Ты сейчас пробежал 20 км за 30 минут. Не важно, стартовал. Серьёзно? Ну как можно так халтурить, брат? Давай на штрафной круг. Что, жернулся? Неплохая скорость? Какая у тебя час? 68-ая воздушно-спасательная. Ну а сейчас я работаю с ветеранами. Сэм, Уилл, Сэм, Стив Фрозерс. Да, тебя ни с кем не перепутаешь. Жутковато вернуться домой после стольких лет за морозка. Привыкну со временем. Рад знакомству-сам. Напрягает койка? Прости. Но постель слишком мягкая. Когда я был там, я спал на земле. Волкам не под голову, как пещерый человек. Теперь я дома. Лежу в постели. Это как? Лежать на варте. Боишься, что провалишься на пол. Как долго? Две командировки. Скучаешь по тому времени? Ну, все не так плохо. Еда намного лучше. Раньше все кипятили. Нет более мили. Это интернет. Отличная стука. Помогает мне нарастать мужчины. Марвин Гэй. 72-й год. Саундтрек фильма «Горе человек». Все, что ты пропустил, есть в этом альбоме. Включил список. Ну ладно, сам. Долго забят. Спасибо за пробежь. Если ты это называешь бегом. О, так вот, значит, как. Да, именно. Ага, ну ладно. Захочешь заскочить к нам в части, чтобы я прессовался перед девчонками в регистратуре? Да, значит, как-нибудь обязательно. Если же такой персонаж в процессе диалога еще и оказывается помощником, то есть участвует в сюжете, это требует особого мастерства сценариста особого внимания. То есть, конечно же, появление совсем случайного персонажа, который герой раскрывается, не поверю. Он должен быть как-то обсловлен. Это приправление персонажа должно быть как-то. Определен. Опять-таки, диалог, как самая сложная форма в искусстве, в искусстве кино, чаще всего реализуется в основном в фильмах комедийных, потому что, если мы посмотрим, в комедиях не так много действий, сколько диалогов, сколько переговорных реплик. Наверное, один из самых молчаливых фильмов, я не беру, конечно, не мы фильмы, но один из самых молчаливых фильмов, это фильм «Самураль», Саленделон. Наверное, один из фильмов, который принес ему славу, принес ему определенную успешность. В этом фильме герой практически ничего не говорит. У него две-три реплики. Он не говорит вслух, но во всем, что он делает, возникает идеологичная форма. Он говорит глазами, он говорит действия, он демонстрирует внутренние противоречия, то есть он работает ради заработка, не терпит предательства, готов пожертвовать собой. Это рациональный герой, который вдруг не с того ни сего жертвует, потому что в него возник диалог одними глазами, диалог с пианистой, который он видит в третье раз в жизни. Супывайте. Если бы вы были тем человеком, который ищет полицию, можно было бы сказать, что преступник всегда возвращается на место преступления. Но диалог, в котором много реплик, требует невероятный экономик, экономий средств. В этом не должно быть ничего лишнего. Даже только самый грамотно прописанный сцен. Опять-таки в связи с этим я хочу упомянуть фильм Джаст, только девушки. Я тоже не могу стать твоей женой. Почему? Ну, хотя бы потому, что у меня красный волос. Это не важно. А какой у меня прошлый? Прорвый мужчина, в том числе один секссонист. Я тебя прощаю. Боже, я никогда не рожу тебе ребенка. Установить ушел. Ну, если ты и этого мало, я ведь мужчина. Ну, у каждого свои детства. Потому что вся информация в этом фильме, все цели, все задачи передаются в основном не декорации, не действенным. Они произносят в диалоге. Опять-таки у комедии очень много возможностей. Именно словесной формы. Потому что действие имеет скорость, протяженность, действие бегущее. И поэтому многие вещи просто проговариваются. Для того, чтобы мы им поверили, они должны прозвучать в определенный момент и в определенный неожиданный интонаций. И лучшая форма, когда кто-то кому-то о чем-то рассказывает. В общем-то, диалог лежит в основе всего генетографического искусства. Потому что сам по себе фильм это диалог автора со зрителем. Мы воспринимаем не героя, не его поступки. Как фильм начинает восприниматься нами, пониматься нами на том уровне, когда зритель ловит автора. Ловит сообщение либо режиссера, либо сценариста. Ну, конечно, современный зритель часто путает. Потому что в основном на афише упоминается ими режиссера. А диалог возникает именно со сценаристом. Итак, диалогичная форма может быть и в современном искусстве. Это высший пилотаж. Когда диалог неочевиден. Когда диалог не выглядит как обмен репликами. Когда герои выстраивают свои противоречивые позиции вполне молчаливыми методами, жестами, мимикой, эмоциями. Это все, это все части диалога. Это все части диалогичной, идеологической формы. Это все часть общения. Потому что главный диалог это построение, в общем-то, диалог лежит в основе тоже для греческой культуры. С этого, можно сказать, начинается для греческой культуры, которая привела к созданию философии и для греческого театра. Сначала появился Сократ с его методом маевтики. С его методом повивальной бабки. Который подходил к человеку и устраивал диалог таким образом. Он не дикновал, что думать. А он спрашивает, как относишься к жизни. Что ты об этом думаешь. И что в связи с этим тебе приходит в голову. Это диалог, который в современной культуре достиг высшего развития в искусстве психоанализа. Потому что психоаналитику нужно молчать, не произносить никаких интерпретаций, позволить пациенту выговориться. В современном искусстве в современной кино возникло вместе к jugarовым психоанализм. И переживает эту зависимость. Потому что очень часто кино... Это и есть такая форма, когда зритель может проговорить внутри себя какие-то внутренние проблемы, соотнести себя с ним. Поэтому диалоговые формы имеют очень глубокую подоплеку. Психоналитик задает вопросы, сдвигающие сюжет, внутренний сюжет пациента. И на этом построено очень много интересных открытий, очень интересных откровений. Прежде всего, этот внутренний сюжет должен иметь эффект, такой рассказчик не должен знать поэтому диалоговой форме самый скучный диалог когда герои знают один знает что сказать о том что услышать диалоге должно быть ощущение открытия сейчас появилась эта мысль сейчас появился формулировка только сейчас возникло сейчас я понял что почему вот только сейчас я произнес и теперь знаю для чего я это говорю